всем привет привет приветствую вас на прямом эфире сегодня у нас с вами тема дизайн в стиле барби я зовут анна грешенкова сегодня я прямо со стола начинаю потому что у нас очень жарко я думаю что никому не интересно смотреть на мастера который просто практически стекает на стол и это в разгаре и это здорово и так у нас сегодня дизайн в стиле барби у нас вот такое сегодня все прикольное розовенькое такое прямо лилешное девчачье вот и конечно я вам покажу такие дизайны которые ходовые что можно как можно обыграть этот тренд потому что тренд повсеместный потому что сейчас это будет знаете просто из каждого утюга как говорится и конечно же будет востребован до будут спрашивать и все эти цвета будут очень и очень актуальны а все розовые оттенки доставайте из-за шкафчиков если они у нас там залежались все уйдет сейчас просто по числу какой самый яркий пример цветовой гаммы у нас сейчас есть компании это конечно же коллекция которая вы сейчас видите у меня на столе она вся полностью состоит из розовых оттенков на и конечно как никакая другая отвечает этому тренду сейчас я еще сделаю очень очень приятную вещь но она прямо на секунду зато вам все будет видно сто раз лучше извините так ну что ж вот такие вот оттенки есть и бледные и более яркие и конечно они у нас все вообще пойдут вход до сегодня нас вот такие удлиненные будут ноготочки они очень хорошо тоже отражают сейчас тенденция потому что тенденция все равно на удлиненный ноготочек и курс курс тоже на удлиненные ногти возьму овал потому что это такая очень женственная форма и я думаю что как раз тренд с барби она очень хорошо отражает да потому что барби это все-таки у нас такая женственная очень история так отлично как раз пока вы присоединяйтесь я тут сейчас наколдую нам два типсика которые мы сегодня сделаем что я для вас приготовила на первом типсике я очень хочу сделать дизайн с буквой b да вот такой вот логотип барби мне очень хочется отразить вот эту вот букву б в дизайне чтобы она была видна и чтобы она была основой дизайна может быть у меня сейчас еще и другие войдут сейчас посмотрим что еще классно подойдет для этого тренда вот такая вот коллекция тут есть голографические всякие элементы и они тоже очень классно сюда впишутся конечно не черепашки да а именно вот такие вот надписи с голографическими мерцающими вставками стрелочки вот такие вот штучки тоже неплохо будут смотреться и просто такие вот надписи лаконичные здравствуйте злоди кавказа здравствуйте лови кавказ и как здорово у нас есть еще вот такие вот веселые надписи они с неоновыми вот такими вставками есть и розовые и неоновые тоже прям будет вообще огонь у меня длинная полоска шермиконов да сейчас она переиздана вот в таком более удобном формате чтобы вы вырабатывали эти шермиконы все подчистую чтобы они вас не копились также очень классно будут любые другие надписи у меня здесь вот такие вот наши тоже любимые с какими-то белыми окошечками или просто беленькие очень классно будет смотреть надписи с сердечками сделано из чуда то есть все вот это такое ляляшно-мимишно и она тоже будет очень круто вписываться я думаю я сегодня еще хочу сделать один типс если успею такая знаете мне будет немножко роковая барби не супер ляляшная такая скрытая и и натура мне очень нравится эти портупеи черная конечно я думаю нет это совсем будет же скач а вот вот такие вот штучки ремешочки с золотыми пряжечками и белые портупеи мне кажется очень будут кстати чтобы показать знаете ее скрытые какие-то желания так ну что давайте начнем положу так вот чтобы не отсвечивала для вдохновения если конечно только сейчас не будет мне мешать руки мне бы хотелось и сама я буду подглядывать и чтобы вы тоже видели и не забывали как она сегодня тема эфиром так я закреплю ну и все отлично так цвета какие мы берем цвета какие мы возьмем конечно же конечно же мы возьмем вот такой вот цвет вот такой вот цвет он прямо идеальный идеальный бар барбин цвет 384 если вы услышите какие-то посторонние звуки у меня еще сегодня со мной собачка моя любимая так покрываем весь ноготочек покрываем весь ноготочек и отправляем сушиться в лампу так второе у меня будет ноготочек с бантиком буду рисовать бантик потому что барби но у меня лично прямо ассоциируется с бантиками не знаю как у вас меня сто процентов я думаю что я здесь возьму такой поярче немножко оттенок такой вот бантик у меня будет светлый фон будет поярче так давайте еще покроем вторым слоем чтобы плотненько все было и тоже в лампу так этот я думаю что хватит нам и 1 так с чем можно сочетать все это великолепие барбина конечно можно очень классно будет почитать такие дизайны с какими-нибудь например вот такими градиентами нюдовыми на может быть не готов клиент например у вас такой супер розовой яркости и ему будет комфортнее немножко в более спокойной цветовой гамме и также очень классно будет сочетаться у вас с градиентами чуть-чуть поярче все таки сейчас лето сейчас достану градиент у меня как раз очень классный есть подходящий вот такой вот такой он розовый с немножко покажите пожалуйста собачку он уже заочно знаменитость я я с удовольствием но для этого нужно будет камеру переключить я давайте в следующий раз обещаю что мы выйдем в эфир сначала камера у меня будет на меня и я буду спаном потому что он у меня постоянно здесь в принципе на работе сейчас потому что я сейчас не работаю с градиентами в данный момент я ушла уже практически в декретный отпуск вот и поэтому я его таскаю пока с собой потому что в основном сейчас занимаюсь тем что снимаю курсы для эми арт для нашего клуба да вот кстати последний курс давайте пока тут сохнет все я вам быстренько покажу потому что у меня прям под рукой лежит вот смотрите какое у нас красотища вот такая вот красотища у нас сейчас в клубе это эксклюзивные курсы они у нас открываются только для клуберов внутри клуба акварельная такая техника вот кстати тоже многоточки у меня сейчас с мастер-класса который я снимала тоже для клуберов там у нас тропики сейчас тропики лето тропики лягушки и все такое так погнали буква б так чтобы мы сделали чтобы там сделать растяжку да вот такую какую-то подсветку я возьму эмпасту белый рафинат можно это сделать пуфом можно это сделать сейчас я сделаю кистью для градиента и потом еще молочной базой наносим там где мы хотим сделать букву я ее буду делать вот здесь я нанесу вот такую вот область которую буду можно знаете испытаться сделать ее такой очень и очень мягкой вот эту градинентную часть можно нарочно ее сделать такую мазками я сделаю мягенькую с мягкими краями просто в разные стороны прямо вот по липкому слою гей-лака тихонечко растушевываем в разные стороны подтушевываем вот такую белую область сушим так а здесь мы с вами нарисуем сначала контуром бантик возьму кисточку кисточку у меня будет козел 50 очень люблю эту кисть и просто разметку сначала сделаю будет у меня например наискосочку так пойдет бантик здесь у меня допустим будет серединочка лучше всего я очень люблю белым делать разметку потому что белый если вы где-нибудь например закосячили ваш контур то вы можете взять подтереть быстренько и не так это будет размазано как например если бы вы черную какую-то обводку убирали до или разметку вот у меня бантик отсюда уходить узелочек не делайте его слишком большим когда вы делаете большой бантик у вас получается что у вас вот эти вот части бантика уходят в боковые валики и тогда у вас в самой красивой просматриваемой области оказывается только у вас в узелок когда вы бантик располагаете у нас дождик пошел сильный сильный знаю вам слышно или нет пока вы белую разметку делаете вы можете подправить где вам нужно на и белая разметка она гораздо спокойнее смотрится и ленточку все разметили теперь смотрите что делаем берем и заполняем мы можем заполнять такими знаете фрагментами ячейками допустим здесь у нас все равно будет тень здесь можно сильно не заполнять можно это делать гир лаком можно это делать пастой как вам больше нравится оставляйте небольшие только вот такие промежутки чтобы вам видеть где у вас какая часть для чего нужно заполнение если например у вас рисунок примерно такого же цвета можно не заполнять но если вы заполняете во первых контур делаете очень таким мягеньким во вторых у вас все цвета не будут искажаться на розовом то есть если вы возьмете что-то что у вас такое полупрозрачненько я например то а я сегодня буду полупрозрачненьким делать то у вас не будет искажения когда будет просвечивать тот цвет который у вас внутри а я сегодня витражными гей лаками поработаю еще рисунок будет очень четкий узелочек намечаем и также ленточку тоже чуть-чуть оставляем и остальное просто прокрашиваем старайтесь оставлять прямо чуть-чуть просто чтобы вам не потерять где у вас заканчивается но максимально все закрашивать закрасили и вам посушить так здесь здесь хотела молочным почему-то куда-то мне кто-то кто-то это я тут это я убрала софтмирк чтобы оперетельного телефона берем и просто еще закрываем молочным цветом можно молочной базой для чего я это делаю делаю для того чтобы прямо снивелировать все такие вот чиры от кисточки секундочку и сделать вот эту гардинентную вставку максимально максимально прям красивой и незаметной как она расходится по сторонам здесь не нужно какого-то супер большого слоя молочка она очень хорошо все скрывает поэтому просто вот промажьте и немножко растопчите также край чтобы он не был грубым и у вас вот это вот растяжка будет очень-очень мягкой как будто аэрографом сделано дальше берем с вами витраж розовый берем и коричневый коричневый можно взять конечно и черный сделать но черным будет так грубее а розовым и коричневым помягче немножко и тем более что коричневый уже у нас готовый и начинаем разукрашивать наш бантик как разукрашиваем так первое что мы делаем ставим вот сюда вот капельку капельку и тянем ее от серединки на во внешние стороны но до конца не доходим потому что в конце у нас будет посветлее уже у нас получается и как мы разукрашиваем и сразу придаем объем до чтобы не делать дополнительных каких-то цветов и мазку то же самое с другой стороны ставим каплю убираем излишки и тянем к другой стороне такой растяжкой растаптываем далее также ставим тянем заворота и тоже тянем к другой стороне и до конца не доходим это я вам показываю такой знаете быстрый вариант достаточно и здесь то же самое тянем и не доходим видите у нас уже образуется объем подпишем так здесь теперь мне понадобится картиночка чтобы сделать так что мы здесь хотим сделать сейчас 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 давайте мы здесь промажем сначала текласом потому что я хочу использовать еще шариконы и как раз после текласа у меня будет возможность делать рисовать чтобы никуда ничего вытекло не растекалось конечно можно и просто липкость снять но думаю что думаю что совершенно спокойно можно просто промазать легонечко и подсушить буквально там 10 секундочек потому что мы дальше все равно будем еще сушить не раз и у нас теклас до сохнет то есть прям прихватить вот чуть-чуть что просто липкость убрать чтобы у нас сейчас наши линии не растекались по остаточной липкости так что мы здесь делаем еще берем еще берем и смотрите где мы делаем мы делаем как раз вот там где мы тени вставляли и тянем наверх да сейчас у нас немножечко сливается но мы это исправим чистой кисточкой чуть-чуть подтушевываем наверх что вот здесь нам нужно чтобы светленько было вот здесь светленького здесь мы потом еще тенюшку добавим на узелочки буквально буквально мазнуть мазнуть просто разукрасить его целиком но не сильно густо тоже так все видно и сушим так самое главное девчонки когда вы пишете какие-то буквы и какие-то слова самое главное самое главное это не чёркать покажите пожалуйста ваши ногти вот такие вот ноготули с лягушачкой это мы сейчас в клубе эми арт у нас курс тропики и я делала мастер-класс под этот курс там все у нас в закрытом клубе поэтому это вы не видите в общей общем доступе в соц сетях так да вот и можете да посмотреть когда вот я например эфире то что у нас происходит там так сейчас в кадр вот так беру тоже также им посту и начинаю размечать где у меня будет буква сначала просто намечаю что здесь у меня будет палочка здесь она должна у меня загибаться сюда уходить здесь тоже смотрим срисовываем заворотик будет так и у меня сюда буква а еще влезет в бачок чуть-чуть так и теперь начинаем отслеживать вот самое как бы самое противное когда вы рисуете я вижу я в клубе класс лучше комментарий просто best of the best вы отслеживаете где у вас утолщение да где у вас утоньшение в каком месте а самое главное вы не чертаете то есть самое ужасное что вы делать можете это вот так вот из ниоткуда там найти так начать и сейчас уберу и чтобы вот здесь было например неаккуратно то есть расценивайте вот эти вот все моменты пускай у вас они будут не очень тонкими но чтобы вы делали их аккуратными то есть очень важно когда вы пишете какие-либо буквы не не только барби да чтобы у вас окончание вот этих палочек были очень и очень аккуратненькими потому что здесь у нас в увеличенном виде здесь мы видим вот это окончание кругленькая какая тема дизайн тема дизайна сегодня барби дизайн стиле барби потому что у нас розовая просто феерия ждет до скоро премьера и изобилует интернет различными роликами поэтому мы решили вам немножечко подсказать как можно в салонном варианте например сделать обыграть эту тему потому что по любому будут спрашивать здесь мы еще будем обводить букву да поэтому мы можем где-то там сделать так чтобы поправить что-то но вообще старайтесь делать сразу же прям аккуратненько выглаживать эти линии не бойтесь их дублировать потому что часто не дублируете линии бросаете их никуда заканчиваете непонятно где тоже ведете ведете и вдруг бросили не бросаем как знаете мы ответственно за тех кого мы приручили а также тут мы ответственны если мы ведем линии довести ее до какого-то логического завершения так так все слушаем бантик да второе мы это сегодня модно это сегодня на пике это не просто модно это вообще самое самое моднючее что только можно придумать почему потому что скоро премьера ее ждет очень ждут очень многие примеры фильма барби поэтому тема да очень актуальна так я взяла коричневый мне нравится он тем что он уже готовый да что не надо намешивать там черный с белым и можно делать вот такие вот сразу же прожилочки из серединки что еще больше нам усилит объем пан что там делаешь хрюкает как хрюшка меня сын говорит всегда мама нас обманули это не французский бульдог это французская хрюшка очень часто хрюкает когда кушает сейчас жарко очень в кабинете он у меня бедный весь измаялся конечно ты сразу здесь сделали на ленточке тень и можно еще немножко подергать вот сюда вот тень все успокоился тоже объем чеку придать так здесь теперь мы как раз вот здесь делаем тенюшку можно ее завернуть наверх и здесь делаем тоже вот здесь вот тенюшку и тоже можем ее чуть-чуть завернуть наверх так и на узелочки на узелочки можно просто несколько прожилочек пустить чтобы был он такой поинтереснее что еще можно сделать можно еще по под бантикам сделать тоже тень тут надо выбрать какую-то сторону это знаете как вот мы буковки раньше обводили в тетрадках да когда писали какое-то очень важное что то вот такая же здесь история вы можете выбрать одну какую-то сторону и везде подвести свой бантик с одной стороны везде сделать от него тень но это не обязательно вот это по желанию кому-то нравится так кому-то нравится больше без тени слушаем так теперь нам нужно взять поярче цвет еще чтобы обвести нашу букву б я возьму у нас есть еще очень крутой оттенок это оттенок 340 он у нас был в коллекции эгоизм давайте капельку возьмем он прям тоже такой очень очень ярко розовый очень классно подходит так что мы делаем мы закрашиваем вот тут внутри все как раз у нас им пасты здесь очень хорошо выступает потому что она у нас без остаточной липкости у нас одно по-другому никуда не потечет закрашиваем все внутри буковок и теперь нам нужно сделать как можно более равномерный контур снаружи тут опять же нам очень сильно поможет то что мы избавились от остаточной липкости то что нам ничего не помешает и никуда у нас наш контур не будет растекаться конечно можно сначала нарисовать букву б а потом заполнять белым но вы знаете очень сложно угадать где будет очень сложно угадать где будет у вас проходить белый да вот мне даже сложно будет угадать у тебя камера постоянно будет фокус я знаю девочки что у меня камера постоянно наводит фокус это беда не камеры к сожалению это беда контакта поверьте мне эта история длится уже очень давно и никто не может помочь решить ее пока что на других платформах нет такой истории хотя я камеру не меняю как вы понимаете эту платформу к платформе но мы еще ведем на youtube мы еще ведем в telegram и так там такой истории нет так все так что мы делаем здесь поэтому я в конце всегда вам фиксирую потому что я знаю что она видите даже когда я не ну то есть когда я писала в поддержку в контактами посоветовали все что угодно постарайтесь не дергать рукой но как бы я аж не первый день веду эфир а эта история длится несколько месяцев вдруг в один прекрасный день вот так произошло и с тех пор по-другому не получается вот и там дайте я даже если я ничего не делаюсь я убираю все там многослойные фаны видите на все равно продолжает постоянно фокусироваться ну то есть это не работает поэтому я когда заканчиваю какое-то действие всегда вам в конце замираю показываю что из этого получилось так теперь мы тоненько опять же кзл 50 обводим наш бантик можем не везде можем только в некоторых местах обязательно вот здесь вот но очень и очень тонко прям максимальная тонкость должна быть потому что обводкой можно и интереснее сделать рисунок но можно также обводкой прямо очень сильно себе навредить если обводка будет жирная перри жирная то вы все ваши тени все ваши старания просто сразу же уничтожаете поэтому надо водкой нужно поработать а водка должна быть прямо вот одним волосочком максимально тоненькая если с обводкой не получается подружиться лучше не обводите лучше оставьте в таком виде необведенным чем у вас будет обводка такая спасибо большое за поддержку все короче мама они не берет больше некоторых на работу самом деле он обычно все очень тихо где кто меня смотрит эфире уже не раз знает что он вообще не мешает так что можно здесь еще сделать вообще классно я думаю что было бы и на соседних ногтях например любые вот такие надписи до какие-нибудь то есть вы можете сделать просто однотонные например белые ногти или бледно-розовые и туда вот эти надписи приклеить даже прямо вы знаете в хаотичном порядке как нашивке как будто бы потому что это же у нас все такое очень ну а нож ну такой инфантильная немножко детская да вот очень классно всякие baby и оуе номер один давайте номер один приклеим сюда здесь разбру все нашла номер один такой вот тоже с ярко-розовой обводкой шермикончик очень классно сюда еще подойдут всякие надписи знаете как от руки тоже прикольно сесть шермиконы я про сейчас под рукой нет там много надписей love и они белые серебристые золотистые тоже вот любые сюда подойдут и наверх можно отсюда закрепить куда-то и сюда параллельно чтоб они шли друг из дружки вылетали и можно и наскосочек наоборот чтобы эта надпись в одну сторону шла чтобы это в другую можно продолжить на соседних ногтях писать ба ну а да только а у нас ушло как бы в боковой валик и у нас будет торби например на соседнем ногте или чуть ниже как будто разорвало немножко надпись ба а тут торби и тоже очень круто получится и будет знаете как и в теме и не сильно навязчиво и что я еще хочу сделать я хочу это все перекрыть сейчас вельвет топом чтобы у меня это было матовое а потом надпись ба я я выделю глянцем я очень люблю такие тоже эффекты когда матовое с глянцем так бантик бантик мы давайте сейчас перекроем т классом и тоже туда ширный кончик прикрепим прикрепим бантику так сушим вот отличненько так смотрите вот у меня видите матовый станцию люблю вельвет топ он знаете становится матовым прям мгновенно практически в лампе единственное что досыхает он чуть чуть попозже то есть его до конца лучше сушить подольше но он дает возможность вам сразу же сразу же начать работать дальше так это мы берем с вами джем теклер берем тоже выкладываем в себе и закрываем сразу же вообще сейчас все летом у меня материалы очень светочувствительные жарко солнце постоянно в окошко поэтому ученики аккуратнее прям убирайте все освещенных поверхностей лучше все на палитру выложить потому что полимеризуется прям мгновенно ну любые вообще любые материалы очень летом быстро прихватываются ну плюс у меня еще здесь знаете тысячи миллионов ламп светит на меня вот здесь получается что она такая чуть-чуть выпуклая но в пределах нормы то есть тут нет такого что она прям сильно барельефную получается это буква ну прикольненько получается как вставка такая знаете интересно значит вообще последнее время на вот такую вот технику когда матовый ноготочек и вставка вот такая вот глянцевая на нее залипло и постоянно ее использую везде вот такая получается глянцевая штучка как раз тоже лягушака у меня тоже она на матовом и она глянцевая у нее еще выпуклые глаза выпуклые вот эти вот бусинки на кончиках пальцев и еще прошлась я дополнительно вот здесь вот барельефом и она прикольная вообще такая вся получилась как живая тоже барельефные вообще не мешает но при ближайшем рассмотрении она очень клевая особенно глазюки у нее знаете там смотрит зыркать на вас что мы к бантику прикрепим вот давайте как раз сейчас возьмем еще тоже написи всякие и можно их прикреплять знаете прям вот рандомно хэштеги остальные ногти можно сделать просто однотонными хэштег сделаем давайте давайте сильным мы не будем такими прям вот мяу давайте мяу прикрепим шермиконами вообще кайфово конечно работать это вообще прям супер дизайн для винивых главное не попадать на боковые валики на самый кончик лучше всего конечно когда они так в серединке давайте еще что возьмем ну вот это будет явно вот baby вот baby можно бэйби 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 вот такое тоже а вот она сиреневая которая была бэйби можно на контрасте что-нибудь там зелененькое ну мы вот все в таких розово-сиреневых цветах сегодня бэйби бэйби и нужно еще что-нибудь сиреневенькое затем располовинить сейчас вот давайте вот это иксу ксу это поцелучки да так обозначается обычно или фридом давайте фридом располовинием вот так вот чтобы по чуть-чуть маленькими сделаем вставками так допустим сюда вот сделаем чтобы у нас такой знаете был дизайн безграничный да и вот сюда вот сейчас вам кажется что много но поверьте сейчас мы все это сделаем так что оно будет немного но у нас такой вообще в принципе с перебором немножко дизайн да это не минимализм далеко допустим чтобы у нас было видите сиреневенькое здесь немножко и вот здесь немножко сиреневенькое так и тоже мы это вельветом перекроем сейчас у нас все что вельвет все что будет под матовым топом оно немножко на задний план уйдет а мы с бантиком еще поработаем так что еще мы сделаем так мы посмотрим допустим вот на этот ну то нет это не интересно конечно бы такой вот градиентик бы забубенить да который был бы прям здесь очень кстати вот из этих же двух цветов градиент бы я сделала было бы классно и перекрыла бы может быть знаете silver drop top там такие маленькие частички беленькие они бы тоже прикольно смотрелись покажите нам своего питомца да галин уже не раз меня сегодня просили я пообещала что в следующей трансляции мы вдвоем выйдем и вы наконец-то увидите в глаза этого пыхтелку выйдем вдвоем а потом на стол переключимся покажу хорошо просто сейчас переставлять ну во первых долго будет во вторых я сегодня сегодня очень жарко почему он так дышит потому что сегодня очень сильно жарко у нас и я прям сижу вы не представляете еще в перчатках ну хотя нам представляете ну что же работать это ужасно я сижу прям мокрая курица так вот здесь вот проходимся стык в стык в тени мы ставим с вами блики которые нам еще больше усиливают объем тоже можно по желанию можно делать можно не делать но я люблю такими делами заниматься вылизываете так вот вычищать делать все с такими бликами можно вот так вот чуть-чуть публиковать чтобы он был еще более объемный и у вас французский бульдог ой ну вы меня дальше понимаете вообще как никто вот смотрите видите уже сколинализовался материал о чем я говорю просто у меня тут три лампы светит еще поэтому очень быстро схватывается любой гель-лаки и все-все-все тоже вот гель-краски я их закрываю все прям на чуть-чуть открываю только выложу себе и закрываю ну все прихватилось тоже мы делаем наш бантик более прозрачным более прозрачным делаем и сейчас мы еще его сделаем как хрустальный такой знаете объемный тоже красивый эффект так что сегодня все убегаю куда-то так выделяли и в лампу подсушил и задний мы не трогаем вот эти лопасти мы только и вот эти вот тоже не трогаем только чисто вот здесь вот прям проходимся и назад делаем делаем побольше и в ламп тоже быстренько прихватили опять тоже ставим к серединочке и назад делаем больше и тоже в лампе прихватили мы потом все вместе просушите и когда оно до конца до сохнет сейчас чисто вот только прихватываем чтобы объем остался серединочки и назад назад и прямо вот вытягиваем в такую пику и тоже прихватываем то же самое ставим шарик тянем к серединочке и назад делаем такую прям пику и лампу и смотря на сколько у вас клиент готов носить объем до какой-то можно еще дублировать чем выше такой вот делаете штучку тем барельеф не она становится и похоже на такие хрустальные какие-то штуки цветы и так очень интересно получаются в такой технике потому что ну конечно очень классно еще знаете такую технику делать сам фонариком стоит фонариком чтобы вам не гонять туда сюда клиента каждый раз а засвечивать фонариком и продолжать работать просто там клиентка например с телефоне в телефоне залипает а вы потихонечку это все выстраивайте до в объем фонариком она как вы 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 можно также серединочку выставить объем не сделать я так вот по чуть-чуть делаю и сразу же прям прихватываю по несколько секунд теперь уже можно по несколько когда вы выставили обе части бантика можно сразу по несколько делать да там я по дну делала по несколько можно прям по несколько секундочек фиксируем и продолжаем что хватит объемов хватит так сейчас немножко прихватиться джемте уже без остаточной липкости высыхал просто нужно хорошенечко просушить давайте все это сложим до сегодня то что делали и посмотрим какие у нас получились барбешные ногти да вот смотрите какие сегодня образцы такие задорные веселые конечно и безусловно очень девчачьи да тут не поспоришь этот получился достаточно барельефным с торчунами то есть смотрите когда предлагаете может быть не такой сильный барельеф но в таком виде он тоже очень классно смотрится то есть можно плоским оставлять можно вот таким делать прям объемным бантиком очень классно сюда идут любые надписи подходят можно на соседних делать стемпинг с надписями прям вот который строчка идут у нас есть тоже на пластинник на какой-то такие вот надписи которые строчками прямо идут можно делать любые вещи там под диор тоже разметку еще что-то номер шермиконов блин девчонки я вот сейчас не помню у вас сейчас сохранится эфир этот на стене и там менеджер у нас всегда прописывают чем мы пользовались сейчас загрузится эфир посмотрите пожалуйста что будет в посте с эфиром там все номера шермиконов обычно прописывают вот у меня просто без этикетки я на память не помню хорошо колен вот такие так что сегодня вот такие вот такие клевые я очень понравились как получилось здорово я надеюсь что вам пригодятся идеи но либо хотя бы они вас вдохновят на какие-то ваши идеи делитесь с нами в сообщениях если вы что-то делаете обязательно вам всегда очень приятно если вам в работе это пригождается ну а я всех люблю целую обнимаю и до новых встреч и новых эфирах пока пока